Друзья, всем здорова, с вами проект Firm Life и собственно радостная весть, к нам наконец-то доехала Nubia Z17, я уже успел немножко с ней поиграться, потому что надо было накатать сюда хоть какой-нибудь софт, и я убил на это на самом деле немало времени, пытался накатать Market, ничего у меня не получилось, но хотя бы через APK нужный софт минимальный поставил. Сегодня у нас будет распаковка этого аппарата, покажу, что в этой коробке находится, поделюсь своими впечатлениями от этого устройства, и главное, напоминаю, зачем снимается это видео, оно снимается для того, чтобы у всех желающих была возможность оставить вопрос по этому аппарату в комментариях под этим роликом, и мы на эти ответы. А. Попробуем ответить в недельном, скажем, опыте использования данного гаджета, и Б. Точно ответим в подробном обзоре Nubia Z17. Поехали! Собственно, кроме вот этого прекрасного смартфона, который временно у нас уходит в сторону, в данной коробке поставляется... Так, стоп, для начала коробка фирменная, красный кругляк, тут Nubia написано, ребра у нас тут видна, красная центральная вставка, скажем так. Так, на тыльной стороне перечислены основные технические характеристики у нас, из их числа стоит выделить в данную минуту 835 Snapdragon, естественно, у нас версия 6.64, Android 7.1 из коробки, поддержка быстрой зарядки, опять-таки они 6 гиговозу отметили, ну и куча фотофишек. Экран у нас 5.5 дюймовый, Full HD, прикрытый 2.5D стеклом. О! Вот такие вот помидоры. Так, открываем коробочку, собственно говоря. Вот здесь вот у нас лежал смартфон, теперь мы видим здесь инструкцию по эксплуатации, и мейки, я их не буду переворачивать, я думаю, они вам не нужны. Фирменная такая вот шильда Nubia, это у нас SimTool, тоже симпатичный, тоже фирменный, всегда так примерно выглядит у них. Вот, помимо того, здесь есть переходник с USB Type-C на 3.5 mini jack, к сожалению, этот аппарат такого разъема лишен, и я на самом деле огорчен по данному поводу, потому что мне лично не хватает 3.5 mini jack в iPhone 7, который сейчас снимает мою морду лица, вот в эту вот секунду прямо. Не будем сейчас на эту тему разглагольствовать, я думаю, мы снимем отдельное видео по данному вопросу. Так вот, дальше у нас есть крутой такой вот в фирменных цветах черно-красных USB Type-C плоский кабель, прикольный, и фирменный, не фирменный, а просто быстрый зарядник. Он у нас, если я не ошибаюсь, поддерживает зарядку до 3 А, заряжает на самом деле достаточно быстро, потому что аппарат к нам пришел не то чтобы совсем мертвым, но подразряженным. И я не знаю за сколько за час он, по-моему, зарядился полностью или что-то вроде этого, но если кого-то это очень сильно интересует, время зарядки, комментарии под этим видео в вашем полном распоряжении, задавайте вопросы по этому аппарату, в том числе и по времени зарядки. И я думаю, мы засечем время и в обзоре скажем, сколько он заряжается от нуля до сотни с помощью родного зарядника. Сейчас мы уже будем говорить о корпусе данного устройства замечательного, я перефокусируюсь, готово. И теперь, когда мы перефокусировались, еще маленькая вставка, в описании этого ролика вас ждут ссылки на это устройство в различных интернет-магазинах, плюс линк на кэшбэк-сервис литешопс.ру, который будет помогать вам экономить на покупках в интернете. На фронтальной панели мы видим, точнее, сейчас на самом деле это не очень хорошо видно, но я бахну сейчас яркие обои, давайте вот эти, да. О-о-о, красивенько. Мы видим 5,5-дюймовый экран, который у нас якобы безрамочный, и на эту тему мы сейчас тоже немножечко с вами подискутируем. Под этим экраном у нас находятся три сенсорные кнопки, вот тут вот две тоже есть, кроме этого красивого фирменного круглячка. Вот, они очень слабо подсвечены, но, если честно, это даже немного симпатично. Три кнопочки, раз, два, три. Экран, над экраном разговорный динамик, фронтальная камера, датчики приближения и освещения. Сзади нас ждет большая металлическая пластина, вот это вот все, один большой кусок металла. Сканер отпечатка пальца, логотип, вспышка, сдвоенная камера, она объединена в один модуль, и он немного выступает над общей плоскостью задника, это немного не очень хорошо. Спросите, где же пластиковые вставки, вот тут вот есть такая маленькая полосочка, это раз, вот тут вот верхний торец тоже имеет большую пластиковую вставку, это два. И вот именно за этими пластиковыми фрагментами прячутся антенны данного агрегата. Двигаемся дальше, переходим к ребрам, сейчас я опять-таки перефокусируюсь, малеха. На правом ребре нас встречает кнопка включения и качель регулировки громкости. На другом ребре у нас есть только лоточек, сюда можно установить две наносимки. Сверху у нас отверстие микрофона системы шумоподавления и инфракрасный порт. Снизу USB Type-C и две зоны перфорации, вот здесь мультимедийный динамик, вот здесь живет микрофон. Вот такие пироги, что я хотел вам сказать, а, я вспомнил, что я хотел вам сказать. Как видите, сейчас увидите точно, у меня установлена уже здесь симка. Вот, пожалуйста, вот вам уровень сети МТС в Киевской области, точнее в Украине это сейчас называется Водофон. Водофон в Киевской области ловит ВО. Передача голоса в оба конца просто супер. Разговаривал сегодня несколько раз с женой, ни разу она не жаловалась на качество связи. Тогда как в моем Xiaomi Mi 5S, на который в принципе у меня особых жалоб нет, но есть жалобы у звонящих мне, у абонентов, вот, на качество передачи голоса. Со стороны от меня. Здесь как бы все вообще прям идеально. Будем переходить, вернее нет, ни к чему пока переходить не будем. Мы поговорим о эргономике немножко еще и о корпусе. Эргономика аппарата никудышняя. Почему? Потому что это, как так сказать, обмылковатый кирпич. Он и не очень удобно сидит в руке, и при этом он иногда пытается с нее выскользнуть. Потому что на металл, на тыльной стороне, нанесено какое-то такое, возможно, олеофобное напыление, я не знаю, как это правильно назвать, потому что грязь за него цепляется не очень охотно. Опять-таки, айфон седьмой грязь собирает значительно быстрее, который меня сейчас снимает. Нубия это делает не настолько активно, и поэтому она немножко в руках скользит, не зря на то, что она металлическая. Дальше. Сканер отпечатка пальца. Вот он у нас. Еще раз вам его показываю, красавчик наш. Тест. Раз, два, три. Есть. Но, как видите, совсем не быстро. Раз, два, три. Есть. И еще раз. Раз, два, три. Работает. Сканер работает более чем адекватно, но, как видите, не шибко быстро. Суммарно по внешнему виду гаджета от меня просто гигантский лайк в сторону этого устройства. Мне оно очень нравится. Мне нравятся черные смартфоны. И вот Нубия красиво обыгрывает вот это вот соединение черных и красных красок. Вот этот вот красивенский красный гант вокруг камеры. Ну, мне он прям очень нравится. Красивая красная кнопочка под экраном. И опять-таки аксессуары, которые идут в комплекте с этим девайсом. Это все очень даже красиво сочетаются. Вот эти вот черные и красные краски. Правда, действительно, мне лично очень импонирует. Если вы любите глазами, скорее всего, Нубия вам очень даже понравится. Еще я почему-то забыл сказать. У нас вот здесь вот в местах перехода, да, я думаю, что вы это и так прекрасно видите, фронта и задника в ребра имеются красивые снятые фасочки, которые прекрасно переливаются на свету. Наверное, так правильно будет сказать. Лицо у нас защитно, защитно, именно так. Защищено 2.5D стеклом, как я уже сказал. Задник у нас тоже немножечко так слизан к ребрам. И у аппарата есть какой-то целостный, интересный портрет. Возможно, по эргономике оно не очень, но глаз, глядя на это все, радуется просто безумно. Мне действительно очень сильно нравится. И мы будем переходить к экрану. Разблокирую я устройство. Фокусируюсь я на экранчике. Готово. И мы смотрим, пардон, я тут же вот так надо делать. Мы смотрим на нижний порог яркости. По-моему, очень хорошо. Так, и теперь, извините, извините, извините. И теперь мы смотрим на верхний порог яркости. Тоже вполне себе достойно, я считаю. И теперь смотрим на углы обзора. По-моему, очень достойно. Особенно с оговоркой на то, что у нас тут, если я не ошибаюсь, IPS-матрица. Вот, мне очень даже нравится. Плотность картинки тоже вполне приличная. Я отдельных пикселей не наблюдаю. Дальше мы будем переходить к мультимедийным возможностям устройства. И начнем со звука, о котором я вам пока что ничего говорить не буду. Вот так вот мы начнем. Я устройство пока не слушал через наушники. Через динамик слушал буквально чуть-чуть, пока играл в танки. И суммарно динамик меня порадовал. По наушникам, хочу сказать. Я с огромным удовольствием сам послушаю этот аппарат. Через Type-C разъемчик. Через переходничок. И Дмитрию Леонидовичу с его крутейшими наушниками Sony MSR-A1 или как они там называются. Я тоже предоставлю возможность послушать. И мы уже в обзоре обязательно об этом поговорим более подробно, более детально. Если я не ошибаюсь, то предшественник этого аппарата Nubia Z11 имел отдельный аудиочип. И поэтому через наушники звучал просто супер. Этот смартфон такого чипа не имеет точно. Мне очень интересно, как с помощью, как Nubia научила 835 Snap звучать через наушники, через Type-C переходник. Вот так вот. А теперь мы поговорим о камере буквально несколько слов. Сразу скажу, что софт здесь неимоверно сырой. Поэтому я уверен в том, что то, что вы сейчас наблюдаете на своих экранах, спустя месяц-другой будет ну прям вообще в тысячу раз круче. На экране самого смартфона эти фотографии и видео мне показались ну очень даже неплохими. При этом я говорю как про контент с фронталки, так и про контент с основной камеры. Естественно, главная фишка двойной камеры этого устройства это портретный режим, который красиво мылит задний фон. Нравится вам это или нет, пишите в комментах под этим роликом. Опять-таки, сейчас мы про камеру, как вы заметили, поговорили очень даже поверхностно. Больше будет в опыте этого смартфона, в опыте использования и в уже полноценном обзоре. Сейчас больше рассказывать не буду, потому что в эту секунду я на большом экране компьютера эти фотки не видел, только на экране аппарата. Здесь они мне понравились. И теперь мы будем переходить к железу. Я вам открою сейчас тест Antutu, но перед этим пару слов про софт. Как вы видите, сейчас на смартфоне установлено очень много мусора. Вот этого вот, китайского. Вот этого вот. Все, что я сумел накатить в данную минуту, это Geekbench 3, Antutu... Кстати, Geekbench 3, потому что батарею прогоняет. Antutu-тестер для тех же целей, Antutu-бенч, танки... И, как вы видите, Play Market есть и сервисы Google, но они глючат. Вот, открываю вам Play Market и нихрена тут вообще не происходит и происходить не будет. В данную минуту, скажем так, адекватно накатать сервисы Google Unreal на этом прекрасном смартфоне. Но мы боремся и будем бороться дальше. Итак, открываем Antutu, о котором я уже заикнулся. Вот вам результат 180 тысяч, 200 баллов. Это блестящий показатель. Говорить тут абсолютно не о чем. На этом смартфоне легко будут выполняться абсолютно любые задачи. Начиная от просмотра YouTube, листания ленты ВКонтакте или Facebook. Или там просмотра видео в хорошем качестве прямо с памяти смартфона. Или даже запуска тяжеленных игрушек, например, World of Tanks Blitz. Что мы прямо сейчас и сделаем. Запускаем эту прекрасную игрушку. Итак, друзья, игруха загрузилась. Идем в настройки, смотрим, что у нас все по максимуму выбрано. Высокие настройки. Фильтрация у нас 16х и так далее и тому подобное. Все включено, все круто, все на максимуме. Берем более-менее живенький танк Леву и в бой. Мы подгрузились, FPS со старта 43, уже 60. Значит, мы едем вперед к приключениям. Пацаны, нам туда. Нам туда. Ну, нет, да, хорошо, я поеду сам. Без проблем, абсолютно. Значит, что я хотел сказать. FPS у нас, кстати, 60. Ситуация здесь у нас следующая. Следующее. 835 снэп это очень хорошо. Но, наверняка, в силу незавершенной оптимизации софта. О, прекрасно. У меня уже немножко. А-та-та. Вот, в силу 60 FPS. Незавершенной оптимизации софта. У нас тут очень часто бывает так, что FPS в моменты рубилова может проседать, например, до 40. Я не могу сказать, что это катастрофа, абсолютно нет. Но, когда ты покупаешь флагман на супертоповом железе, очевидненько, что он должен работать на максимум. То есть, глюков не должно быть вообще. Они здесь есть. Но, но, скажу я, что у нас надежда еще не умерла. Потому что я буквально только вытащил смартфон из коробки 60 FPS. И сразу же пришла обнова. То есть, ребята пилят софт. Им на этот смартфон не наплевать. Оно и неудивительно. Это их флагман текущий. Вот. И они над ним продолжают работу. 60 FPS. Так, что у нас с Хельсингом? Хельсинг меня ждет. Иди ты в задницу. Так. Кто по тебе? Кто-то работает? Работает. О, отлично. Хельсинг из No More. Можно проезжать. 60 FPS. Очень хорошо. Пока что все работает просто отменно. Оу, оу. У меня еще и ремки нету. 60 FPS. Невзирая на то, что экшен в кадре естественно имеется. Так. Я Lucky Noob. Но, походу, Lucky все. Да. Тем не менее, 60 FPS. Как я уже сказал. Примерно где-то там на третьей игре. FPS начинает немножко проседать. И это немножко огорчает. Но я надеюсь на оптимизацию ПО. И закрывая вопрос смартфона. В принципе, еще несколько вещей по софту. Как мы видим, свайпом отсюда у нас переключатели вызываются. Тут тоже какая-то... О! Хреновина вызывается. Я еще этого всего не изучал. И вот здесь вот... Так. Нет, было не так. А и тут вот какие-то еще у нас приложения по наустанавливанию. И в шторке у нас якобы все пусто. Но что-то тут уведомления вылазят. И вообще тут он целая гора настроек. И при этом смартфон у нас работает. На базе Android версии 7.1.1. Вот. То есть никто никого не обманывает. Софт тут наверняка очень интересный. И тут есть в чем покопаться. Если я чего-нибудь отсюда выкопаю интересное, обязательно расскажу об этом в обзоре. Ну а если кого-то что-то конкретно интересует, спрашивайте в комментах под этим видео. Это первое. Второе. Открываем что-то белое. Например, телефон. Сбросю немножко яркость. Сброшу, естественно, правильно будет сказать. Не знаю, видно ли вам сейчас. Но вот вы вот посмотрите на контур боковой экрана. Я надеюсь, что вам будет видно. Если вам сейчас этого не видно, я вам расскажу. Сейчас словами. Вот. Я надеюсь, вы насмотрелись. Не уверен, что это было видно. Но если смотреть на экран не вот так вот ровно, а чуть-чуть сбоку, то видно вот это вот место перехода экрана в ребро смартфона. Там, где стекляшка скругляется очень сильно. И вы, я так понимаю, начинаете видеть часть матрицы экрана. И в этом месте можно наблюдать разноцветные полосы. Зеленые, красные, синие. Это немножко бесит. Я считаю, что такого быть не должно. По-любому и объяснить это я сам себе не могу. Я не понимаю этого. Точно то же самое можно было наблюдать в Elephone S3. Только он, ребята, не был флагманом. Он не стоил 500 баксов. Или сколько эта штука стоит. Он стоил в районе 100-300. И это был один из первых китайфонов безрамочных. Тут уже как бы технология должна быть обтесана. И это уже второй. При этом флагман и так далее и тому подобное. И я не понимаю, что происходит. Почему я вижу вот эти малоприятные особенности. Мне этого не понять. Ничего. Об этом поговорим в опыте использования данного аппарата. Я надеюсь, что мне будет чего вам рассказать по вот этой вот самой теме. Тем не менее, предварительно устройство нравится просто безумно. Над дизайном поработали от профи. Мне действительно нравится внешне этот аппарат очень сильно. Подобные эмоции, я не знаю. Меня когда-то вызывала Lumia 920, Asus Zenfone 3, который я лично считаю очень красивым аппаратом. Например, чего там? Asus Zenfone Deluxe тоже очень симпатичный. Galaxy S6, Galaxy S7. Очень Edge тоже. Сейчас Huawei P10. Это все очень красивые аппараты. И вот эта штука тоже вызывает подобные эмоции. Когда ты смотришь на этот смартфон на картинке, это совсем не то, как он ощущается вживую. Он очень красив, он реально прекрасен. И ZTE-шники молодцы, что заморочились. Кстати, с красной обойной, по-моему, ваша песня. В принципе, на этом пока что все. Это видео главным образом снимается для того, чтобы предоставить вам возможность задать вопросы по этому аппарату. Напоминаю, что делать это надо в комментариях под этим роликом. В описании данного видео ищите ссылки на этот смартфон в различных интернет-магазинах. А также линк на кэшбэк-сервис Letyshops.ru, который будет помогать вам экономить на покупках в интернете. Суммарно, предварительно, я аппаратом доволен безумно. И к покупке рекомендовать точно могу. Единственное, что пока очень грустно, это софт. Но уверен, его точно пофиксит. На этом у меня все. С вами были Сергей Шихайлов и проект Firm Live. Не забудьте поставить лайк этому видео, подписаться на наш канал, а также поделиться данным роликом со своими друзьями. Это очень нам помогает. Спасибо, что смотрите. Пока.